Денис Лебедев родился и вырос в старом Осколе. Уже в детском возрасте он подружился со спортом, посещал секцию спортивной гимнастики, где входил в число первых, показывая отличные результаты. А когда кружок закрылся, отец, бывший спортсмен, посоветовал сыну присмотреться к боксу. Окончив школу, Лебедев попал в армию. Уехал служить в ЦСКА, где тренировался под руководством Владимира Лаврова. В любительских соревнованиях будущий чемпион уже демонстрировал талант и плоды усердных тренировок. На счету Дениса победа в чемпионате Европы среди юниоров и бронза на играх доброй воли. Ранее биография боксера пестрит яркими знакомствами. С детства Денис знал Федора Емельяненко, а в молодости во время службы в армии познакомился со своим будущим соперником Александром Алексеевым. Денис Лебедев пришел в профессиональный бокс в 2001 году. Спортивная карьера развивалась стремительно, всего за три года боксер одержал 13 побед, став чемпионом России в полутяжелом весе. Второй раз защитив титул, Денис вдруг исчез с ринга. Позже журналистам рассказал, что бои не приносили желаемого дохода, а нужно было содержать семью, которое значительно пополнилось. Мужчина подался в частную охрану, сопровождал перевозку дорогих грузов, служил телохранителем у VIP Person. Успел поработать в Киеве и Ялте. В 2008 году поклонники с восторгом приняли новость о возвращении Лебедева в большой спорт. И он не разочаровал. Особенно удачным стал 2009 год, Денис нокаутировал на ринге экс-чемпиона мира с Кубы Энцем и Коренели и сложил в личную копилку титул интерконтинентального чемпиона. Поединок за поединком следовали победы, в том числе в бою с армейским другом Александром Алексеевым. Этот триумф дал Лебедеву право сразиться с Марко Хуком. Бой оказался ярким и неоднозначным, соперник хоть и защитил титул чемпиона мира по версии WBO, но не все судьи и зрители согласились с вердиктом. 2011 год ознаменовался для Дениса встречей со звездой бокса Роэм Джонсом-младшим. Схватка выдалась тяжелой, и в итоге рефери остановил бой с опозданием уже немолодого профессионала, на тот момент Рою исполнилось 42, россиянин отправил в глубокий нокаут, врачам 10 минут не удавалось привести американцев чувства. В интервью Джонс сказал, что прощает Лебедеву последний решающий удар. Поздней осенью того же года Денис завоевал титул временного чемпиона в БА, сразившись с Джеймсом Тони. Красивый поединок закончился безоговорочной победой россиянина. Очередной раз Лебедев убедил в мастерстве ведения боя, сразившись с Сантандером Сельгада. Достойный соперник из Колумбии, не знавший ни единого поражения, рухнул в нокаут от ударов Дениса. В мае 2013 года Лебедев встретился на ринге с панунским боксером Гильермо Джонсом. Этого события с нетерпением ждали поклонники бокса, пророчи победу россиянину. Однако стойкость Гильермо восхитила публику, панамец оставил Дениса без сил, с травмой на глазу, и бой остановили. Но этой же осенью Лебедеву вернули звание чемпиона, отобрав его у Джонса за употребление допинга. Опаснее майский поединок решили признать несостоявшимся. Затем последовала череда честных побед. Денис Лебедев нокаутировал польского борца Павла Кладзея, одолел француза Йори Каленгу и нигерийца Латифа Кайоде. А в 2016 году победил в бою с аргентинцем Виктором Эмилио Рамиресом, объединив тем самым чемпионские пояса в бае IBF. Денис должен был защитить титул чемпиона, встретившись с непобежденным соотечественником Муратом Гасиевым. Зрелищный бой прошел в начале декабря 2016 года в столице России. Лебедева второй раз в жизни отправили в нокдаун, в итоге спортсмен распрощался с поясом чемпиона IBF. При этом гонорар Дениса составил 400 тысяч долларов, 2017 год принес бойцу очередную победу. В начале июля спортсмен вновь подтвердил титул в ба в первом тяжелом весе. На ринге россиянин встретился с австралийцем Марком Фленаганом, который был знаменит 22 победами, при этом терпел поражение всего лишь 4 раза. Денис отправил соперника в нокдаун, а через день принимал поздравления с защитой титула от самого Владимира Путина. Боксер тогда пообещал фанатам, что еще выйдет на ринг, не вдаваясь впрочем, в подробности планов на будущее. Однако 1 февраля 2018 года из-за отказа участвовать в турнире Всемирная боксерская суперсерия Лебедев по решению Всемирной боксерской ассоциации был лишен титула суперчемпиона. Россиянин получил статус чемпиона в отпуске, а пояс перешел боксеру с Кубы юниеру Дортикосу, который потерял его в бою с Муратом Гассиевым. Денис заявил, что позже обязательно встретится с победителем в БЗПС и попробует вернуть утраченный титул. В марте 2019 года должен был состояться бой Дениса Лебедева и Александра Усика. Однако он сорвался. Украинский абсолютный чемпион сообщил, что переходит в тяжелый вес. А уже в июле Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры. Однако спустя несколько месяцев боксер передумал и вернулся на ринг. В декабре у него состоялся бой против Таби Сомчуну из ЮАР. Поединок проходил напряженно. Попеременно на ринге доминировал то Лебедев, то Мчуну. К середине боя южноафриканец изучил тактику россиянина и стал контролировать поединок. Лишь в 12-м раунде Денис смог проявить себя и провести внятную атаку. Но это не помогло. Бой завершился победой Табиса со счетом 120-107, 119-108, 115-112. После этого боя Денис Лебедев окончательно решил завершить карьеру. Надо уступать молодым. Есть еще много дел в жизни. Сделал, что мог, старался. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? Табиса я должен был выигрывать, но я не выиграл. Что говорить дальше? Нечего, реванш? Но это смешно. Можно, но зачем людей смешить? Бокс в моей крови на всю жизнь. Найду себе другое занятие. 1 октября 2020 года на телеканале Матч ТВ состоялась премьера фильма «Жизнь после спорта» о спортивной биографии Лебедева. Съемки проходили на родине боксера в старом Асколе и в Чехове, где он живет сейчас. Несмотря на неудачную попытку возобновить профессиональную карьеру и публичное признание, что у спортсмена не получается то, что получалось раньше, не хватало скорости и остроты, в 2022-м на РЕН-ТВ появилась информация о возможном возвращении боксера на ринг в бою с Гильермо Джонсом. Сам Лебедев официально подтвердил, что рассматривает такую возможность, но встреча в рамках бойцовского клуба РЕН-ТВ так и не состоялась. Денис состоялся и как боксер, и как семьянин. Еще учась в средней школе, спортсмен встретил первую супругу Анну. Женщина прошла с мужем все трудности жизни, оставаясь главной поддержкой и надежной опорой. Супруга увлекается музыкой, однако научилась разбираться и в боксе, знает все правила ведения боев. У Лебедева три дочери Анна, Олеся и Полина, и сын Клим, также мужчина уделяет внимание племяннику Данилу, отец которого, брат боксера, рано ушел из жизни. Спортсмен признается, что с детства мечтал о большой семье, имея прекрасный пример перед глазами, его отец Александр Лебедев, 12-й ребенок у родителей. Денис признается, что на такое количество детей вряд ли решился бы, но не откажется от пяти-шести наследников. Летом 2017 года Денис Лебедев попробовал реализовать себя в политике. Он задумал избираться в совет депутатов городского округа Чехова. На выборы Денис шел от партии «Единая Россия». При выдвижении он указал, что имеет судимость за кражу. Криминальное прошлое стало причиной того, что на Лебедева был подан иск об отмене регистрации кандидатов депутата. Однако он не был удовлетворен. Брак Дениса и Анны распался, о подробностях спортсмен не распространялся. В жизни боксера появилась молодая супруга Кристина. Она модель, младше мужа на 15 лет. В декабре 2019-го у пары родилась дочь. Обе супруги спортсмена настолько похожи, что в ряде СМИ новую жену приняли за Анну после пластической операции.